Прекрасная погода, чтобы выбраться на улицу, чем, собственно, и занялся наш специальный корреспондент Роман Пастушок. Он поехал в один из дворов города Красноярска, где проводится акция дворник, хотел сказать, турник, турник в каждый двор, конечно же. И раз такая акция есть, то логично предположить, что будут и чемпионаты, в котором, собственно, Рома и захотел поучаствовать. Рома сейчас с нами на прямой связи. Роман, тебе огромный привет. Скажи, пожалуйста, сколько раз ты сможешь подтянуться? Доброе утро, коллеги. Я не скажу вам, сколько раз я смогу подтянуться, потому что подобный перформанс нужно на сладенькое отложить. А пока мы тестим турники по различным дворам в рамках проекта турник в каждый двор. И вот из-за этого проекта в каждом практически участке города проводится так называемый чемпионат по подтягиванию, а о нем нам расскажет специалист Александр Каминский. С 13 мая стартовал в городе Красноярский кубок города по подтягиванию. Этот турнир проводится уже с 13 года, когда установили тысяча комплектов и оборудования в каждый двор практически турники. И с 13 года проводится ежегодно два раза в год кубок города и первенство города по подтягиванию. Сегодня он уже стартовал, прошли несколько дворовых этапов. Дворовой этап продлится до 24 мая. Всего 30 площадок во дворе. У нас по итогам отбора этих 30 площадок победители и призеры в каждой возрастной группе. Их у нас 12. То есть 11 мужских и 12 абсолютно женская. То есть если вам старше уже 6 лет, то уже можно принимать участие. А кто может принять участие? Вот любой человек? Любой человек абсолютно, который человек может выйти один раз хотя бы подтянуться, его результат будет учтен. И в его возрастной группе, возможно, он станет и на дворовом этапе, даже может и призером, и победителем быть. Так как у нас возраст определен и есть и для маленьких ребятишек, и для старших, и для среднего звена. Вообще мы категорию возрастную определяли по нормативам физкультурного комплекса ГТО. Так как этот чемпионат является также и подготовка населения к выполнению нормативов. Ну а также основная задача это вытянуть население к себе во двор, чтобы вот у них турник установлен, чтобы они занимались физической культурой, никуда ехать не надо, через какие-то пробки. Вот-вот, а где искать? Где искать человеку вот эти вот все сходки, так скажем? Тысяча комплектов, я уже сказал, установленных по всему городу, практически есть в каждом дворе, есть свой турник. А вот чтобы поучаствовать вот именно в дворовом этапе? В дворовом этапе вот 30 объектов, 30 площадок у нас, расположены они, объекты эти на сайте Центра спортивных клубов и Кросспорта. То есть туда можно зайти, найти объявление подтягивания турники и посмотреть расписание площадки. Там обозначено место, время, дата, куда надо приехать, на месте зарегистрироваться. У нас назначены ответственные лица по два человека на каждую площадку, которые принимают, фиксируют результат и уже потом приглашают, либо проходим дальше в районный финал, который состоится с 27 по 29 мая. У нас 4 районных финала и уже по каждой категории из районных финалов 5 лучших результатов в каждой категории приглашаются на финал, который состоится 2 июня на набережной реки Енисей в районе Центрального парка, начиная с 3 часов. Все понятно. Спасибо большое. Перебираемся непосредственно к болиду и к тренеру Александру Хромову. Расскажите о правильной методике исполнения упражнения. Ну, упражнение выполняется из виса. Руки должны быть прямые, не сгибать в локтях, ноги прямые, поднимаем туловище без рывков, без раскачиваний одновременно, то есть две руки сгибаются одновременно. Давайте продемонстрируем. Давайте, да. А я буду стараться дотянуться до вас. Зафиксировать сразу неподвижность и пошли. Обязательно здесь зафиксировать не менее полсекунды паузу, чтобы судья мог делать подсчет. Вот. Ну и теперь... И так, и так далее. Ну и теперь мы ответим на вопрос студии. Сколько же может сам корреспондент подтянуться? Так, я сейчас отдам вам микрофон. Костя, выключишь камеру на двух раз, хорошо? Ну, в общем, не дадим турникам заржаветь, да? Итак, ноги прямые. Пошли. В подбородок над перекладиной должен быть. Все, выключай. Ты четвертый тянется, на самом деле. Роман Пастушек, давай, молодец! Мы здесь болеем за Романа Пастушка. Форму детей, на самом деле, он выполнил. Я вот считала, пока дети там подтягивались у них от 4 до 6, в зависимости от их возраста. Там и помладше были ребятишки, и постарше, но достаточно развитая уже мускулатура.